Громкий скандал разгорается в Израиле. Под вопросом оказалась надежность системы безопасности в международном аэропорту Бен-Гуриона, считавшемся одними из самых защищенных. После выхода интервью местного журналиста, который пытался действовать как террорист. Репортер устроился в терминал по чужим документам, без труда прошел все проверки, получив доступ непосредственно к воздушным судам. На борт он смог пронести муляж бомбы. С подробностями Роман Кудрин. Устроиться уборщиком в аэропорт Бен-Гуриона израильскому журналисту Давиду Сулейману труда не составило. Удивительно другое. При этом он без проблем воспользовался удостоверением личности своего приятеля. На собеседовании я предъявил документы своего друга и не его Тамира. Мне сказали заполнить несколько анкет для проверки службы безопасности. И в тот же день я был принят на работу. Очевидно, что спутать этого смуглого мужчину с густой шевелюрой и в очках с практически лысым и белокожим Давидом Сулейманом можно было только в одном случае. Если не в отделе кадров, не в службе безопасности, никто даже не взглянул на фото в документах. А ведь речь идёт о доступе на один из самых строго охраняемых объектов в мире. Да, они просто обязаны были мгновенно выявить подлог и принять соответствующие меры. Аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве называют чуть ли не самым хорошо защищённым. Его глубоко эшелонированная система безопасности состоит из нескольких кругов контроля. Любого вызвавшего малейшие подозрения начинают тщательно проверять ещё до въезда на территорию, за несколько километров до терминалов. По крайней мере, что касается пассажиров. Как оказалось, совсем другое дело персонал, тем более самого низшего звена. В интервью израильскому телеканалу Давид Сулейман рассказал, что получив пропуск, он в любое время мог пройти в любую зону. Даже туда, куда ему не полагалось. И попутно снимал всё на видеокамеру. По его словам, он специально, чтобы вызвать подозрение, что называется, совал свой нос куда не следует. Например, в кабину пилотов. Но никто не обращал на него внимания. А в особо охраняемой зоне погрузки багажа его даже попросили помочь с чемоданами. Я проработал там два дня. За это время побывал в 12 самолётах, и в каждом из них мог сделать всё, что угодно. Не добившись внимания тех, кто был обязан его остановить, журналист-уборщик решил сымитировать подготовку теракта. Он изготовил из нескольких банок из-под газировки поддельную бомбу и подложил муляж в отделение для ручной клади в одном из лайнеров. И снова никто и не подумал ему помешать. Подобным способом, по одной из версий, мог быть совершён теракт в октябре прошлого года на борту российского лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Взявшие на себя ответственность боевики ИГИЛ, группировки, запрещенные в России и в других странах, тогда заявляли, что взрывчатку в банках из-под газированной воды и детонатор подложил в самолёт их сообщник из числа персонала египетского аэропорта. Что касается истории в аэропорту Бен-Гуриона, то его руководители пообещали сделать выводы и устранить все недочёты, так наглядно продемонстрированные израильским журналистам. Правда, вместо благодарности за его несомненные заслуги, авиачиновники подали на репортера жалобу в полицию за то, что выдавал себя за госслужащего. Роман Кудрин, Дмитрий Жгенти, Первый канал.